Всем привет! Это новый сезон ЦСКА Баскет Шоу и у нас сразу эксклюзив. Николай Милутинов, Николай Цинкевич, мы соскучились по баскетболу дома. Как ты сейчас проводишь время? Обычно я нахожусь где-то здесь на арене, тренируюсь, прохожу реабилитацию, а когда есть время вне площадки, сейчас у него здесь находится семья и с семьей гуляют по Москве. Насколько плотно ты сейчас взаимодействуешь с командой, без тренировок общей команды, без игр? Ты сейчас взаимодействуешь с командой, сколько ты взаимодействуешь с командой? Я смотрю на их практики, но я еще не могу работать с ними, у меня есть свой программ, так что за следующие пару недель я буду работать с собой, пока я вернусь в команду. Я сейчас всегда нахожусь на тренировках, смотрю эти тренировки, пока сам принимать участие в них не могу, работаю по индивидуальной программе, надеется, что недели через две сможет уже работать с командой. ЦСКА Баскет Шоу. Прямой эфир. Мы врываемся в новый сезон. Нет, мы объезжаем в него на полной скорости, так как у нас в гостях Татьяна Елисеева. Всем привет! Я очень рада вас сегодня всех видеть, особенно для меня это просто домашняя команда, потому что я много лет поступала за ЦСКА. И база, автоспортивная база находится в Кантемировской дивизии. Меня зовут Татьяна, и когда объезжаешь, там огромный знак, который написано «Осторожно, танки!». Но я все время подписываю мягкий знак «Осторожно, танки!». Отличная история. Татьяна, мастер спорта по автогонкам, автоэксперт и просто красавица. Еще раз рада вас видеть. Спасибо. Добро пожаловать. Да, очень приятно. У вас было большое количество автомобилей личных. Храните ли вы частичку с самого первого? Ну, возможно, какая-то собачка, которая головой трясет, елочка, руль забрали с собой. Не знаю. Что-то от первого автомобиля и от какого-то старого, который, знаете, для вас что-нибудь особенное. Ты знаешь, у меня такие смешные автомобили были, потому что у меня первый автомобиль – это автомобиль моего папы и дедушки. Это были «Жигули» и «Москвич». Никто не захочет хранить ничего нет от «Жигули». Я не от «Москвича», но у меня есть частичка «Феррари», потому что… Неплохой выбор. Да, причем именно F1, именно гоночный. У меня кусочек спойлера, точнее, там, где, да, там кусочек антикрылат, он именно красного цвета. И когда этот вот переходится антикрыл… спойлер переходит в антикрылу, такой немножко, и там вот он с пеной. То есть прям вот все классически, и можно поверить, что это «Феррари». Я ее храню на счастье. Здесь у нас для вас конкурс. Смотрим на экран, там вот показаны картинки игроков, и вы должны угадать, какая у этого игрока машина. Вы просто смотрите и думаете, так, вот ему подойдет «Хаммер». «Ламбо Урус». «Ламбо Урус», «Джоэл Баламбой», «Додж Челленджер». Алексей Швет. «Додж Рэм». Так, давайте, давайте еще подумаем. Алексей Швет. Лучший снайпер Евролиги прошлого сезона. Я могу… просто это что-то должно быть необычное. У него личные награды, это прям серьезная машина. Я знаю, да, но пусть это будет «Ролл-тройс». Правильный ответ. «Гелленд Ваген». И у нас новый гость, игрок профессионального футбольного клуба «ЦСК» Кристиан Бистрович. Кристиан, здравствуйте. Привет. Как дела? Все, все отлично. Мне очень рад, что я здесь приходил, и посмотрим, что происходит. У вас шикарный русский язык. Кто вас сам учил? Ну, я сам просто, я уже здесь 4 года, будет через несколько месяцев. И я просто каждый день общаюсь здесь и просто сам научился. Большие матчи и большие овации. Баскетбол такого уровня можно сравнивать с футболом? По эмоциям? Да, конечно. На баскетболе может быть там чуть-чуть по-другому. Поэтому, что чуть играешь каждые 2-3 дня, чуть больше игры есть. В футболе тоже можно быть, когда выступаешь как в баскетболе в Еврокубках и в российском чемпионате. Но, конечно, это очень популярный спорт, тоже как в футболе, и практически не так очень много разницы. И у нас в гостях спортивный комментатор, ведущий, актер, блогер и просто топовый человек для нашего телевидения. Денис Казанский. Останавливайся, Руслан. Привет. Какой я актер, а та игра? Нет, хотя нет, почему? У меня сериал вообще крик был. Вот, если открыть ваш профиль на кинопоиске, уверен, там уже будут строчки стрельцов. Актерская игра. Как ощущения? Понравилось ли? Хотите ли продолжать, чтобы в кинопоиске было побольше? Ну, ты знаешь, конечно, если поступит предложение, я не буду отказываться, потому что для меня было важно очень попробовать, что это такое. И у нас такой бум спортивного кино, и мне кажется, что местами очень качественно. Поэтому, конечно, мне было интересно, и сыграть комментатора было интересно, но там много чего, там много деталей было. Игра и игрой, самое главное, озвучка. Это было колоссально, потому что тебе надо попасть в свои эмоции, сказать своими словами. Но, как бы, ты за кадром на Мосфильме стоишь и озвучишь самого себя. Это, конечно, новичка и такое. Мы с вами уже начали говорить про спортивные фильмы, и у нас для вас есть конкурс. Стрельцов, его рейтинг в кинопоиске, и еще четыре фильма на спортивную тематику. Надо понять, какой из них выше, чем Стрельцов, а какой ниже. С самого начала давайте угадаем, хотя вы, наверное, знаете, какой рейтинг в кинопоиске. Да, я, честно говоря, не сильно MBD смотрю и рейтинг в кинопоиске. Тогда придется угадывать. Там десятибальная система. Я думаю, что здесь шесть и пять, семь. Близко, но чуть-чуть пониже. Пять и девять. Пять и девять. Бежение вверх. Восемь. Точно выше, чем Стрельцов. Восемь. Правильный ответ. Семь и пять. Да, да. Хуже Денис Казанский сразу начал. Бежение вверх. Плакали. Плакали, когда смотрели. Я плакал. Да, да. Это великолепный фильм. Актерская игра и сюжет. Все на свете. Ну и, слушай, ну да, это топ. Кровавый спортвак. Ну это в ротации на Матч ТВ. Слушай, какое точное попадание сразу. А я, кстати, не помню вторую часть. Вот я фанат был первой части, а вот вторую часть я не помню. Но, по-моему, она... Но я ее явно смотрел в 90-е. Я думаю, что это, конечно, уже шлак. Первая часть топ. Вторая, я думаю, что если пары... Первая часть у меня была на кассете. Мой брат Кикбоксор и постоянно пересматривал этот фильм. А вторую? Давайте узнаем, рейсинг выше или ниже Трельцова. Не, ниже, я думаю, чем у Трельцова. Правильный ответ. 5,9. Такой же, как у Трельцова. Ничего себе Ван Дамп-то, а? Ничья. Это Ван Дамп. Это Алексей Швед. В ЦСКА это круто или нет? Когда Швед возвращается в такое, внутрь такое событие. Но это, конечно... Но это, конечно, очень... Чем можно сравнить? Криштиану в Манчестере? Ну да. Пожалуй, что по идее, по философии... Да, пожалуй, да. И это просто вопрос в том, насколько он будет этой команде, которая сейчас у Итудиса достаточно давно сложилась, на мой взгляд. Насколько он будет не то, что полезен, насколько он не будет деструктивно влиять на игру. Увидимся с вами совсем скоро. Встретимся в 15 числа на домашней игре ЦСКА Цервена Звезда. Спасибо, Денис. Спасибо, Руслан. Очень приятно. Меня зовут Руслан Матковский. Приятно познакомиться. Пока-пока! Руслан Матковский. Матковский. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!